Доброе утро, друзья! Сегодня поговорим с вами о заболеваниях щитаидной железы. Очень много вопросов прилетает именно по этому направлению, потому что в одном из стримов я упомянула, что мне удалось справиться с аутоиммунным тироидитом. Я не сижу на гормонах, у меня хорошие анализы, и 30 лет заболевания осталось в прошлом, для меня как кошмарный сон. Так вот, когда мы подходим к щитаидной железе, я буду рассказывать из собственного опыта, как я это вижу. Я не врач, и врачи могут поспорить. У врачей свои подходы, они сразу выписывают гормональные препараты. В моем случае это также было, мне приходилось от них отказываться. Но это не значит, что я сейчас вам всем направо и налево скажу, отказывайтесь от гормональных препаратов. Нет, потому что это действительно помощь в моменте здесь и сейчас, в тех случаях, когда у человека идет действительно гормональный сбой. В основе психосоматики по щитаидной железе, она ведь расположена область шеи, да? И у нас получается, если брать психическую основу, у нас есть вилочковая железа, там есть свой бутерброд, прошит и основы психических структур. Есть гипофиз, и там дублируются все психические структуры бутерброд. Это информационная часть психическая. То есть у нас два органа, в которых вот эти структуры как бы присутствуют. И получается, между ними постоянно есть связь. За что отвечает гипофиз? Гипофиз отвечает за взаимоотношения с Богом, за все программы, связанные с Выше, с внешним миром. И вилочковая железа – это настройки нашего материального, физического мира. И они между собой постоянно взаимодействуют, дублируют друг друга. И путь этого взаимодействия лежит как раз через щитовидную железу. Так вот, если подходить вот так комплексно, с точки зрения психики, я сейчас рассматриваю, даже больше с точки зрения магии сознания я рассматриваю, как работает сознание. А вот, то если в щитовидной железе возникают проблемы, то это первый набор программ, связанных со взаимоотношением с Богом. Второй набор программ – это связь с взаимоотношением с материальным миром. И именно как человек относится к себе – это программы подавления себя, подавления своего проявления, своей реализации, ограничения себя и так далее. И вот смотрите, когда я начинаю говорить про эти вещи, те, у кого очень большое эго, тот же скажет, «Да, я так крут, я сейчас, я там побежал, творец такой и проявился во всем мире». Но дело в том, что когда я говорю «Подавление себя», когда я говорю о том, что человек не проявляет себя, что он ограничивает себя, вот если убрать эго в сторону и рассмотреть человека как целостную структуру, как божественную структуру, как творца, это, как правило, человек ничего не сделает, придумывая себе какие-то отмазки. Да? Вот это будет основа. А отмазки уже, которые он придумывает, как правило, будут связаны с тем, что он должен маме, должен миру, должен мужу, ему не надо это делать, потому что… И пошло, 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 пошло. Человек себя зажимает и ограничивает. И видите ли, оказывается, что это огромный пласт программ, связанных с проявлением человека. Невероятное количество программ. Поэтому, когда мне задают вопрос, «Подскажите мне практику или удалите мне программу, и мне тут же полегчает». Нет, господа, все, что связано с гормонами, это взаимоотношения ваши с Богом и с миром. Вас, самих с собой. Единственная техника, которая реально всегда работает в этих случаях, это практика зеркала. Но ее мало. Практика зеркала, она поможет вам синхронизироваться и настроиться на работу с собой. Но эту работу надо проделать. И тут оказывается, что мы-то ни в одной жизни себя даем. Что там инкарнационный цикл невероятный. И там, и там, и там мы точно так же проявлялись. И там, и там, и там у нас были вот такие же реактивные составляющие. Что это информация у нас о подавлении себя. Возьмите вот те же самые родовые программы. Когда родина партия КПСС, а я на последнем месте. И зачем мне проявляться, когда серая масса. Когда надо всем ходить в одинаковой одежде, в одинаковой школьной форме. Не высовываться, не проявляться, не делать. И так далее, и так далее. И только по команде. И когда вот это все стоит у человека в подсознании. Какая здоровая щитаидная железа. Можно, конечно, пенять на Чернобыль. Но почему-то щитаидная железа не только в Беларуси проблемой является. Да, она сегодня во всем мире проблемой является. Возьмите Россию, что она так же загрязнена, как чернобыльские территории. Нет, но это заболевание сегодня бьет рекорды, потому что рекорды бьет количество ограничений в социуме. Понимаете? А именно этот орган страдает в первую очередь. И таким образом, с чего начинать? Начинать надо с того, что этот орган уже страдает тогда, когда такой передоз, когда он уже не держит. То есть он страдает в последнюю очередь на самом деле. И он страдает, когда уже пошел конфликт с программами, связанными с Богом. То есть мало того ограничения, так еще и конфликт с Богом. То есть с двух сторон конфликт. И со стороны вилочковой железы, и со стороны гипофиза. И тогда надо заходить целостно. Надо заходить с одной стороны с тела, и с ограничений, и с проявлением в этом мире. С другой стороны надо заходить с выяснения взаимоотношений с Богом. Все-таки признать, что он и есть, и что он и есть в вас. И что вы можете творить, и что вы можете проявляться. И если вы это уже можете, только делайте это. Вот когда вы начинаете смотреть на себя со стороны, на то, как вы проявляетесь, на то, как и что происходит в вашей жизни. Вы видите огромный кусок работы, который просто необходимо проделать. Начинается он с выстраивания отношений. Расскажу свой опыт. У меня реально, мне вот в этом плане помогли шаманы Перу. То есть это была церемония Аяхуаски, когда я впервые увидела, у меня был внутренний запрос. Я увидела, как устроена психика человека. То есть у меня запрос был, реально, видеть. И даже внутри потом прозвучал запрос, так мы восстанавливаем зрение физическое, или мы смотрим, как устроен этот мир. И я выбрала, как устроен этот мир. И поэтому вот зрение, оно так и осталось, оно постепенно восстанавливается. Но у меня не было там волшебной палочки, но у меня была возможность увидеть. Так вот, я увидела себя в этом мире. Я увидела свои проявления в этом мире. И после этого я резко начала меняться. Я начала менять свое отношение с другими людьми. Отношение к себе в первую очередь. Отношение с родителями. Отношение с мужем, с детьми и так далее. Я их просто осознанно, по кирпичикам каждый день выстраивала. Это заняло 4 года до момента, пока у меня полностью в норму пришли все анализы. Но после того, как я смогла взглянуть на это дело со стороны, у меня восстановилась связь гипофиз и щитовидная железа. Там есть гормоны Т3, Т4, АТК, ТГ и ТСАЖ. Да, вот эти вот гормоны, когда берут анализы, есть гормон, который показывает врачу, что действительно гипофиз включен и влияет компенсационно на выработку гормонов щитовидной железы. Вот после поездки к шаманам у меня вот это включение произошло. До этого его не было. То есть вот этой компенсационной части у меня в организме не происходило. Эта связь восстановилась и после этого, да, пошел процесс работы. И это очень большой процесс работы над собой. Сегодня я понимаю, что все это можно сделать без шаманов. Шаманы мне просто помогли увидеть со стороны мою жизнь. Помогли увидеть, где я была неправа. Помогли увидеть, где я проявлялась не так. То есть я же была хорошей девочкой, да. Но как-то хорошая жена будет там где-то перечить мужу. Подождите, а почему перечить, почему не проявляться? Я считаю, нужно вот так проявляться. Я уважаю мнение другого человека. И мы в гармонии можем выстроить, как же все-таки нам вдвоем взаимодействовать, чтобы я себя не подавляла и ему не причиняла какое-то неудобство. Да, точно так же было с родителями. Потому что у родителей было свое представление, какой я должна быть и какой я была много лет. И сейчас они говорят, что я сильно поменялась. И я реально пробивалась через давление, которое у меня было социальное. Когда есть старые стереотипы, как я должна поступать, как я должна действовать. И это вызывало и критику, и все что угодно, вплоть до обвинения в сумасшествии. Но я восстанавливала целенаправленно свое здоровье. Я видела, что если я не соберу себя вот по этим полочкам, то гормональные дисбалансы постепенно... Мне еще предрекали сахарный диабет в районе 30 лет. Это мне говорили врачи, когда мне впервые поставили первые диагнозы по щитаидной железе. Потом появился аутоиммунный тироидит. Перед этим был зоб узловой, гипотириоз. И там целый перечень был разных заболеваний. Они потом как-то структурировались, менялись. И потом уже пришло к аутоиммунному тироидиту. Узлы там были опять-таки, которые развивались активно. Все было. Это очень большой путь. Первый раз щитовидку у меня заметили в 14 лет. И уже действительно так жестко диагнозы пошли у меня после 20. Сейчас 48. То есть большой промежуток времени, когда я с этим делом пыталась взаимодействовать, работать и менять. И теперь, глядываясь, я четко понимаю, для того, чтобы справиться и восстановить щитидную железу, надо проработать невероятное количество программ, связанных со своими отношениями с миром и с собой. Это первый блок. Мир и я в гармонии. И это будут программы подавления себя, ограничения себя, нереализации, непроявления и обвинения в этом Бога. То есть всю ответственность мы при этом обязательно сваливаем на Бога, который где-то на облачке и который во всем виноват. И когда начинаешь вот в этом разбираться и выстраивать, а выстраивать приходится с каждым отношением, с каждым человеком персонально. Персонально мама, персонально папа, персонально муж, персонально дети. Все персонально. Представляете, объем работы. И заход, заход на щитовидку идет через отношения. Вот хотите вы это признать или не хотите, но вам придется выстраивать свою коммуникацию, потому что коммуницируя с внешним миром, вы коммуницируете так с собой. Внешний мир всего лишь отражает то, насколько вы правдиво коммуницируете с собой. Это ваше зеркало. И вот в это зеркало вы смотритесь. Вы смотритесь в маму, вы смотритесь в папу, вы смотритесь в детей, вы смотритесь в глаза мужа. И вы находите то зеркало, которое вы есть. И вот когда вас это зеркало устраивает, у вас щитовидка будет здорова. Вот как-то так.